всем доброго времени суток у нас 14 марта я то футболки то это в двух кофтах а числа говорю на увеличение ну вот так три дня шел дождь я маленькие видео выставляла то есть можно было увидеть что у нас три дня было веселье сегодня вроде как тоже передавали дождь но его нет поэтому мы решили отправиться на прогулку пойдем не переходим любимая дорога перешли на улице ветер достаточно прохладный был поэтому я надела сверху еще одну кофту что-то думала в жилетке пойти или так но в жилетке в помещении жарко хоть она и с капюшоном на случай дождя ну вот так мы решили все равно относительно недалеко прогуляться до маркантали торгового центра ой приглашаем с собой давно не были и вы и мы вышли мы уже на улицу шарамполь скоро маркантали показывают покажутся из-за угла хочу проговорить еще немного про финансовую сторону вопроса посещение турции и в комментариях задавали вопросы муж сегодня кое-что прочитал в группе хочу прокомментировать это на сегодняшний на данный момент в турцию лучше приезжать с долларами или евро ну или рубли но в кармане не на карточки а в кармане потом приходите в обменный пункт музыка музыка я поэтому остановила видео с рублями в кармане и менять потом рубли на лиры выгоднее всего это сделать показываю рассказываю вот цвет на цветной цветной фасад маркантали а вот обменный пункт по диагонали стоит вот он самый выгодный обменный курс в анталии сегодня муж там группе прочитал что люди при отеле обменяли ну в общем мягко сказать это не умный поступок конечно не может быть для кого-то там не великие деньги а может быть для кого-то и великие деньги потерять те же я не знаю 100 лир на что можно выгодно совершить какую-либо покупку а может быть это и не спадем или что перешли может а может быть это и не 100 даже лир смотря какую сумму будете менять и конечно я не сравнивала но знаю четко и твердо что в отелях обмен не выгодны выгодны самый вот в этом обменники либо вот раньше на почте тоже было достаточно выгодно почта называется и обозначается тремя буквами ПТТ русская Р большая и потом две английских Т вот там уже раньше был выгодный и приятный курс карты российские пока тоже не действуют только турецких банков а еще в одном как то мы магазинчики встречали но там прямо на окне было написано что карта мир действует но это единожды я уже даже не помню где мы на улице гуляли да гуляли да это значит из россии привезли вот этот вот аппарат маленький через который можно расплачиваться картой ну ну это на мой взгляд как то не честно что ли на свой страх и риск в общем думайте сами решайте сами я проговорила все озвучила а дальше как считаете нужно выключая телефон как прекрасно как прекрасен торговый центр марк анталья вторник первая половина дня народу практически нет и это радует идем сразу в мой любимый магазин прямо по курсу я уже конечно говорила 33 раза еще повторю мне не сложно вот прямо 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 Фарук Экин ну обычно играет музыка поэтому не удается поснимать так что уж как получится не обессудьте приезжайте и все сами увидите везде пройдете по всем улочкам закоулочкам да ярмарка что-то долго она уже прямо целый я не знаю второй месяц точно там есть русские книги на русском языке в смысле ну и все другие бутики уже всех ждут по-летнему по-летнему оформлены может говорит завтрашнего дня у нас наступает официальное лето 15 марта будет хотя я уже тоже думала что не будет таких вот дождей или прохладных уже перестирала и куртки и что там жилет господи забыла но опять прохладно я в двух кофточках ну мне в общем-то было жарко шагать такой вариант что и в одной прохладной в общем все отлично и замечательно и прекрасно и удивительно ну вот дошли на магазин она рядом с манго с манго находится внизу площадка для малышней с чудесным песком со всякими игрульками но она платная на сколько можно быстро покажу очень много всего интересного вкусного и недорогого но музыка звучит спустились уже вниз вот масса книг на русском языке так как-то непривычно видите вызывает улыбку ой гарри поттер ничего себе не только для детей а вот есть и для подростков Стива ничего себе и Толстой и Джек Лондон ого вайкики понравились одни ой не знаю как назвать ну пусть будут брюки ну 7 восьмых они из такой ткани хэбэшной хорошей но были только бежевые а они к сожалению просвечивались а голубые есть но они сказали воздалеки я спросила воздалеки или в Террасити или же господи еще в другом торговом центре вот возможно завтра воздалек пойдем запали они мне в душу а то уже завтра сезон а я без летних брюк непорядок спустились в Мигрос а здесь тебе и бородинский хлеб и сушки это я так понимаю в глазури а не посладше а эти так без сахара сколько стоит ну налетай торопись масло кстати подсолнечное подешевело 5 литров стоит 134.75 коробочка с лоролами 110 или 105 да в зависимости какой набор ну для истинных фанатов мы такими не являемся спустились спустились туда в надежде купить томатный сок и как всегда дефицит в томатном соке вообще не просто его найти есть разные при разные вот даже чего-то тут с медом и бананом ой какая диковинка но вот только не томатный вон и арбуз с клубникой и гранат тут с чем-то с бананом боже мой какое сочетание интересное но не томатный все я обиделась даже не хочу ни коктейль ни мороженое брюк нет нужного цвета сока томатного нет вообще обиделась футболка мужская в биржике 360 лир стоит интересная понравились мне около 500 лир стоят ну вот что они джинсовые то я же хочу уже тонкие цвет сумочки мятный приятный у меня похожий цвет и размер сумочки есть в наличии но она греет душу в шкафчике мне 830 лир вот такие джинсы со стразами турецкая музыка да с русской подтанцовкой это же вообще прелесть люди стоят слопают это она девчонка мужчины вон остановились аплодируют и тут семейный подряд очень интересный правда же а мы идем пойдем тестировать другое кафе как-то я не собиралась не планировала но муж настаивает поэтому идем джинс которая показывала сейчас придем посмотрим потом вам расскажу поведаю ну уже идем по и шоколаду вот какая клубника шикарная ну она не обязательно что вкусная пол килограмма 20 лир ну все мы пришли быстро мы уже здесь у нас уже моих баклажанов любимых нету и окорочка нету как в прошлый раз ну ладно сходить из того что есть в общем пока мне не очень все радостно 35 лир стоит это удовольствие одна порция пообедали мы но мне чего-то не хватило еда была вкусной свежей горячей в общем нет ответа что что-то мне не так мужу понравилось понравилось в прошлый раз когда мы увидели первый раз это заведение там такие окорочка лежали смачные зажаристые я подумала что они всегда там есть а оказывается нет ну были там и котлеты и просто курица кусочки и мясо но оно было с картошечкой маленькое ну ну вкусно было и то ли вот заведение это вот на розе ветров находится и мы сидели потом пересели за другой столик как-то так ветер задувал и потом уже встали начали уходить и смотрим чай разносят в общем мы не поняли его тоже оно чай тоже прилагается к обеду или нет мы уже пошли возвращаться не стали так что надо будет прийти еще тестировать да Саша за корочком за корочком придем где наш окорочок придем и ножками будем тапотать хорошо сегодня что-то дождь обещали но хорошо нет дождя нам направо ой какая машинешка маленькая дождя нет и хорошо гулячая погодка после обеда как всегда народу прибавилось и на улице и в магазинах время примерно пол четвертого и мы будем неспешно идти домой мариночке привет солнечные ванны после обеда солнце балует нас ой 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 вот едут же тут не проезжая часть ну вот еще брякают звякают пацаны возле марканталии жизнь кипит входят заходят выходят солнце выглянуло и настроение улучшилось небо синяя облачка сегодня шоклары капалайол гудят а что-то шрамполь пустует хорошо да можно спокойно идти не вальсировать между людьми да не лавировать кто там корабли лавировали лавировали вот так и не вы лавировали на угольках похоже его тут на угольках там мят турецкий кофе сейчас турочку поставят туда и будут именно томить ты хочешь прямо пойти, Саша? нет ну все тогда после турецкого кофе в наш проулок заворачиваем оформляют витрину ну что завтра держим путь воздалек вас брать с собой мы уже практически возле дома у нас вот такое ателье есть поношили они здесь кучу матрасов я так понимаю это если я не ошибаюсь то это матрасы чтобы кинуть на балкон и валяться так что все уже лето-летушка пришло интересно сооружение между домов наверное родственники живут ну или близкие очень друзья чтобы не ходить друг к другу а передавать что-нибудь посылки друг другу посылать по вип почте и зайдем сейчас в ближайший магазин за пузырями а то как же без пузырей я думала зимой поменьше нет пузыри так же что переделывают благодарим что прогулялись с нами и до встречи в следующем видео спасибо спасибо